В офисе пошел. Э, ломают вывеску, смотри, тебя не начинут. Асферная фирма ломает вывеску. Часи, вы, они уже поломали. Неудобно. Уйдите, тофис. Ухраняйте свои. Уйдите, пожалуйста. Лизнь, я. Лизнь, я. Дуй, я сюда. Лизнь, я. Неизвестные люди в бронежилетах пытаются захватить офис одной из компаний, которая находится на Большой Арнаутской. Самое интересное, что при этом милиция абсолютно даже не пытается препятствовать ситуации. Десятки крепких парней с дубинками пытались снять и вывести в неизвестном направлении наружные вывески оконной фирмы на Большой Арнаутской. Мужчины в бронежилетах отказались демонстрировать какие-либо документы и пояснять, на каких основаниях пытаются захватить офис. Вот эти люди явились к нам в офис, не сказав на любые просьбы, ребята, предоставьте, пожалуйста, свои документы. Никаких документов. Более, они заблокировали нам выход. Я пытался войти в офис. Мне порвали вот этот вот человек, прошу его снять. Вот лично он. Пришел меня, схватил, выдрал меня вот-вот, нанес мне тяжкие телесные повреждения. В марте месяце пришел неизвестный человек, представился от государственной, вернее, коммунальной службы, что он осуществляет какую-то процедуру проверки. Берет вот эту вывеску, вы видите, это обозначение офиса. Он берет линейку свою двухметровую, вот так вот делает, раз, на полу, два, три, пишет потом какое-то предписание. У нас есть по закону право обжаловать это предписание. Мы написали обжалование в феврале месяце. В феврале месяце никаких не поступало. Ни ответов, ни от этой организации, ничего. Расскажите теперь вы, кто вы? Охранное агентство. Обеспечиваем беспрепятственный демонтаж незаконно установленной рекламы. Люди в черном даже забаррикадировали одного из сотрудников офиса. Он мешает мне выйти на тебя, он забрал меня в заложник. Помогите мне выйти на эту помощь. Дайте мне его вынести, я на него расписывался. С меня зарплаты снимут. Дайте мне в моей имущество. Помоги! После приезда правоохранителей люди, похожие на тетушек, попытались скрыться на сатанированной маршрутке. Но тщетно. Поцарапал машину. Все, оформляем. Во время разборок пострадало имущество и других людей. Например, вот эту машину поцарапали. Наконец, на месте потасовки появились улыбчивые чиновники из коммунального предприятия «Одесса реклама». Мы не конфисковываем, еще раз повторюсь. Мы не конфисковываем, мы не изымаем. Мы просто демонтируем и отвозим на штрафплощадку на ответственное охранение. Все. Скажите, пожалуйста, а вот если демонтированное имущество во время перевозки пострадало, там, допустим, поцарапанные конструкции, кто за это несет ответственность? Конструкция никак не может пострадать, потому что она крепится, ее аккуратно снимают, ее никто молотами не разбивает, ее аккуратно откручивают, размещают на автомобиль, на котором все закрепится, и отвозим на штрафплощадку и аккуратно там складывается. Коммунальное предприятие «Одесса реклама» убеждает нас, что при демонтаже рекламная конструкция никогда в жизни еще не страдала, никогда ничего не отваливалось, не ломалось и даже прецедентов таких не было. Через почти два часа на поле битвы подоспел такий наряд милиции, и, наконец, объявился заказчик людей в черном. Правда, у некоего Александра Исаенко, директора охранного агентства «Гепард», удостоверение с пустыми строками. Люди хотят знать, кто ты такой. Вы же на официальной работе. Все решили под ковром, вот эти свои игрища. Пожалуйста. Молодые люди, можно в сторонку, помешайте. Если можно, вслух. А где срок годности? Охранное агентство «Гепард», читаю вам вслух. Просто у вас число не проставлено. Я проставлено. Ничего, ему все равно. Можно посмотреть. Владельцы вывески, за которой случился весь сыр-бор, вернули свое имущество и обещают продолжить выяснять отношения через суд. В гуще событий побывали Анастасия Большедворова, Алексей Мураховский, Думская ТВ.